Похоже, что 14-е поколение процессоров Intel Core вообще никого особо ничем не порадует, причем помимо достаточно специфичных решений, в которых по сути не будет практически ничего нового, еще и цены обещают поднять на всю продукцию. В то же время Micron обновили HBM третью память до второй генерации, а Samsung закончили GDDR7, ну а AMD наконец сделали то, чего от них все ждали долгие годы и помимо прочего выпустили несколько интересных эксклюзивчиков для Китая, которые правда я думаю будут доступны на нашем рынке в том числе. И да ребят, всем привет, у микрофона как всегда хомиш и это свежие новости технологии, которых на самом деле собралось много, спасибо вам всем за поддержку, за донаты на бусте, а еще к моим трем платным подписчикам добавился четвертый батлборг, решивший поддержать самой дорогой подпиской за 1000 рублей, спасибо тебе дружище. Ну и само собой, огромная всем благодарность за активность на канале, за комментарии, лайки, подписки и не забывайте нажимать на колокольчик, дабы оставаться в курсе всех новостей. А спонсор сегодняшнего выпуска магазин SoftROM, поставщик номер один программного обеспечения на Wildberries, широкий ассортимент продукции Microsoft, Windows, Office, всех возможных версий и почти полторы тысячи реальных отзывов. Удобные и информативные карточки товара, разберется каждый, вот к примеру Windows 11 Pro, которые можно взять в трех вариациях, просто ключ или же удобный комплект с загрузочной флешкой на 1 или на 3 ПК, я бы брал комплект с флешкой, так как это реально удобно, а цены вас приятно удивят. Отзывы показывают, что качество товара и поддержки отличные, все товары имеют рейтинг 5 звезд. При заказе вы получите карточку с серийным номером, которую нужно ввести на сайте SoftROM.ru, а после уже активировать систему, либо еще и загрузочную флешку, готовую к использованию. Доставка на ПВЗ быстрая, так как весь товар находится на центральном складе. У компании огромный выбор различных версий Windows, Office, удобные и выгодные комплекты, постоянное расширение ассортимента. Торгуют они уже почти два года и будут рады помочь вам по вопросам активации и установки. Поэтому не стесняйтесь и заглядывайте по ссылке в описании в магазин SoftROM на маркетплейсе Wildberries. Начать все же хотелось бы с новостей от AMD, а именно с того, что Ryzen 5 7500F появился в продаже в Китае и, к слову, он будет и во всем мире, доступен, правда, лишь для OEM-сборщиков. Что, впрочем, вообще не помешает ему попасть в наши магазины, ведь очень часто различные OEM-процессоры появлялись и в нашей розничной продаже. Да и вообще, большая часть поставок сейчас идёт из Китая, поэтому какую-то продукцию с их внутреннего рынка тоже привести не проблема. Процессор получился очень даже неплохим. В среднем на 15-20% быстрее от Ryzen 5 5600 и буквально немного отставая от 7600. Хорошо показывает он себя и в сравнении с бюджетными i5-ми 13-го поколения. Ну и особенно радует то, что, по сути, это самый дешёвый Ryzen на новой i5-й платформе. Продают его в среднем за 170 баксов. Также стало известно про мобильный 7000-ый Ryzen с 3D-кэшем. В одном из каталогов отметился топовый Asus ROG Strix Scarg 17, где в качестве процессора используется 7945HX 3D и мобильная 4090. Для многих эта новость стала сюрпризом, но вообще подобные слухи уже давно витали и вот они наконец воплотились в реальность. Тем более Intel работает над мобильными процессорами с L4-м кэшем, что, по сути, аналог 3D-кэша у AMD. И раз уж что-то такое готовится у конкурента, то лучше на упреждение выпустить свой продукт. Правда, ясное дело, это вообще ультимативные и просто дорогущие ноутбуки. Проще уже комп собрать с 3D-кэшем, но явно найдутся фанаты настолько мощных ноутов. Также в скором времени AMD должны выпустить 7000-ые Тредриперы. И исходя из базы данных PudgetBench'а, закрепляется инфа, что, по сути, это будут те же самые эпики Генуя, но переименованные в Тредриперы и с чуть измененными характеристиками. Ведь здесь отметился предтоповый Тредрипер ПРО 7985VX на 64 ядра. А значит топовый 7995VX пойдет на 96, так же, как и у самых крутых эпиков Генуя. А, например, 7975VX может получиться не на 32 ядра, а на 48. Тогда как на 32 пойдет 7965VX и так далее, но какого-то конкретного модельного ряда пока нет. Известен лишь вот этот вот предтоповый 7985VX. Тем не менее, это будут самые ультимативные решения по хай-энд сегменту. И уже давно пора выпустить что-то подобное, ведь 5000-ые Тредриперы, мягко говоря, устарели. Особенно после выхода сапфир-рапидсов. Xeon Workstation, которые неплохо так с ними конкурируют. Но, безусловно, и близко не дотянутся до новых 7000-ых. А что же до китайской эксклюзивной Radeon RX 7900GRE? Ее характеристики уже точно закрепились. Она идет на таком же кристалле, как и обычная 7900XT. Но да, здесь 16 гиг памяти и 256-битная шина. То есть, сниженная пропускная способность и чуть уменьшенное энергопотребление. Также есть инфа, что она будет немного меньше и легче, чем XT, а в продаже появится уже начиная с 28 июля. Цены неизвестны, но исходя из скидок на 7900XT, вот эта вот эксклюзивная 7900GRE явно не будет продаваться дороже 700 долларов. Скорее, в районе 650. Хотя и тут о какой-то точной инфе говорить не приходится. Зато наверняка можно порадоваться новому драйверу от AMD. Это Radeon Software Adrenaline 2372, где наконец-таки добавлена полноценная поддержка APU Phoenix. Были исправлены различные важные ошибки и наконец объединились драйвера для дискреток и интеграшек на архитектуре RDNA 3. Причем стало известно еще и про некий Ryzen 7 7840S. Эксклюзивный проц, который многим напомнил Ryzen 4700S, являвшийся отбраковкой от консольных чипов без работающей интеграшки, но все же с адекватной процессорной частью и все это пошло в некие готовые ПК. В случае же с новым 7840S многие подумали о чем-то подобном, якобы это APU от 5 PlayStation или еще что-то, но нет. По данным IT Home, это отдельный проц для компьютеров от Lenovo, которые уже в скором времени появятся в продаже. Тем не менее, исходя из наконец-таки добавления поддержки APU Phoenix, можно вспомнить про их относительно скорый выход по настольному сегменту, ведь осталось дождаться AGES 1.0.0.9, где ожидается поддержка 7000G Ryzen, которые должны будут выйти до конца этого года. Ладно, так а чем же так огорчает Intel? После информации по поводу увеличения количества эффективных ядер у i7 14700K, пошли слухи про 8 производительных ядер у i5, которые позже отменились. Стало ясно, что даже 14600K будет в такой же конфигурации, как и до этого имелся 13600K. Дальше у многих все же сохранялись надежды на шестиядерный i3 и все-таки измененный i5 14400F, но нет, ребят, даже здесь вообще ничего не изменится, кроме возросших частот примерно на 200 МГц у всех моделей. То есть i3 остаются четырехъядерными и 14400F не получит каких-то дополнительных эффективных ядер в сравнении с 13400F. Короче, в новом семействе, по сути, вообще ничего не изменится, кроме i7, просто всем накинули по 200 МГц, но и почему-то 14700K сделали 20 ядерником на 28 потоков. Все это, мягко говоря, огорчает, ведь я и многие другие надеялись на нового короля бюджетных сборок, i3 14100F на 6 ядер и 6 потоков. Пошли даже мысли, что это, по сути, будет тот же кристалл, что и у 12400F, но в новой обертке, и почему-то даже на это Intel не решились. И даже вот эти все печальные новости позже закрепились инфой по поводу повышения цен на всю актуальную продукцию. Кстати, как только об этом стало известно, я, естественно, рассказал обо всем у себя в Телеге. И, ребят, если вы хотите узнавать о самых свежих новостях в первую очередь, то заглядывайте в Телегу по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. У нас вы всегда найдете интересную инфу, свежие новости и выгодные предложения. Короче, смысл в том, что повышение затронет 12-е поколение, 13-е и готовящееся 14-е. Все процессоры немного подорожают. Насколько именно поднимут цены, неизвестно, но факт есть факт. Их решение уже принято. Такое ощущение, будто бы Intel сам себе роет могилу. То сокращение, то продажи бизнеса, то еще какие-то проблемы, то увольнение важных сотрудников. Тут еще и стало известно, что их облачный сервис Project Endgame, по сути, решили забыть или вовсе списать со счетов. Его обещали запустить в 2022 году. Раджа Кодур еще до своего увольнения все это презентовал. Идея была неплохая, якобы если у вас слабое устройство, то с помощью их проекта можно будет увеличить FPS или ускорить рендер. Ну, короче, использовать облачные сервисы для того, чтобы повысить мощность своего устройства. Идея неплохая, но повторюсь, реализация затянулась, а теперь еще и стало ясно, что работы приостановлены и какой-либо инфой пока даже сами Intel поделиться не могут. Кажется, будто бы на фоне всех этих печальных новостей, чего-то хорошего от Intel можно и не ждать. Но нет, все же кое-что они умеют делать, а именно различные инструкции. Теперь это APX Advanced Performance Extensions, новые расширения системы команд x86-64, с помощью которых и должна будет повыситься производительность будущих процессоров при работе в практически всех возможных приложениях. О том, как это работает и что из себя представляют эти APX, у меня был емкий пост в телеге, если интересно, оставлю ссылку на него в описании. Все это будет доступно уже с приходом гранит рапидсов, но и помимо прочего, Intel рассказали о развитии AVX инструкций. Уже скоро нас ждут AVX 10, которые будут хорошо работать и на производительных ядрах, и на эффективных, ну и имеется четкое понимание, как дальше все это будет развиваться, AVX 10.1 и 10.2. Останется и обратная совместимость с прошлыми инструкциями, а благодаря новым действительно обещают повысить производительность. Ну и все это, конечно, делается с серьезным запасом на будущее. Конечно, тему инструкций было бы интересно комплексно обсудить, но точно не в рамках новостей технологий. Здесь я стараюсь для вас кратко донести суть. Еще примерно неделю назад Samsung представила GDDR7 память. Она обещает нам 32 гигабита на контакт, что в принципе и ранее было известно, за счет чего, естественно, подрастет пропускная способность. Даже в сравнении с GDDR6X примерно на 50%. Причем здесь во многом помогла смена метода передачи сигналов с NRZ на PAM3. Ранее во всей графической памяти использовался стандарт невозврата к нулю, а теперь сигналы передаются с амплитудно-импульсной модуляцией. Только за счет этого нововведения за один сигнальный цикл передается на 50% больше данных. Также, безусловно, здесь используется новейшая конструкция, за счет чего повышается энергоэффективность как минимум на 20%. Короче, память получилась быстрой, современной и в то же время достаточно холодной. Но все мы, в общем-то, такое и ждали GDDR7, о чем у меня был отдельный видос еще весной. Там же я говорил и про HBM3, про ее дальнейшее развитие, смотрели мы на огромный родмап от Samsung, ну и вот буквально. На днях Micron рассказал о второй генерации HBM3 памяти от себя, сразу с емкостью 24 либо 36 гигов. На 8 либо же 12 слоев, все это в рамках установленных спецификаций, но само собой, благодаря наращиванию возрастает и пропускная способность. Вообще, сделано было, конечно, много всего, но если сравнивать с другой HBM памятью от конкурентов, то какого-то прям чуда нет. Даже сами Micron проводят сравнение со своей же HBM2E, и только так наблюдается отличная производительность на ватт и какие-то серьезные изменения. Важно здесь не вторая генерация HBM3, ведь в принципе для нас, обычных потребителей, она особо не нужна. Все это пойдет по направлению высокопроизводительных вычислений, но к счастью, Micron смогли нас порадовать своим свежим родмапом по развитию памяти. Где уже четко видно, что в следующем году и от них стоит ждать GDDR7 память, также на 32 гигабита, что по сути становится стандартом для новой графической памяти. И про какой-то там GDDR7X пока вообще никто не заикается. Micron еще нужно постараться, чтобы догнать Samsung, у которых сейчас уже все готово и даже в лучшем виде. Вообще не удивлюсь, если уже в следующем году боевые маги от Intel, их видеокарты следующего поколения, реально выйдут на GDDR7 памяти. Это было бы очень круто. Ставьте лайк, если согласны, ведь Intel даже алхимиками неплохо так удивил средний сегмент. Также поделитесь своими мыслями в комментариях, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, дабы оставаться в курсе всех новостей. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч!